В пятницу, 22 марта, на одной из главных концертных площадок Москвы, Крокус Сити Холл, ворвались вооруженные террористы. Они расстреливали людей, которые пришли на концерт группы «Пикник» и устроили серию взрывов. Погибших больше сотни, пострадавших тоже. И это при том, что Путина предупреждали о теракте. Правительство США заранее узнало о том, что в России могут случиться вооруженные атаки. Госдеп выпустил публичное предупреждение для находящихся в России американцев. А американское правительство поделилось этой информацией с российскими властями в соответствии с давней политикой обязательного предупреждения. Путин отреагировал так, как умеет только он. Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество. Любой теракт, как тот, что случился в Крокус Сити Холл, это провал, огромный провал спецслужб. В нашей стране Федеральная служба безопасности это орган, который ассоциируется, ну и неспроста, с неправосудными расправами, пытками, террором. Но вообще-то, де юре, борьба с терроризмом, это прямая обязанность тех, кто гордо называет себя чекистами. И это буквально прописано в соответствующем правовом акте, в федеральном законе об ФСБ. Той самой ФСБ, из чьих рядов вышли Патрушев и Путин. И надо ли подчеркивать, что она не только самая страшная, но и самая влиятельная организация в стране. И именно на ней лежит вина за взрывы и стрельбу, которые случились в пятницу. Случайностью этот провал ФСБшников точно назвать нельзя. Ведь случайно у них теракты только срываются. Кто забыл, вкратце для начала напомню историю из 99-го года, когда представители ФСБ поймали на попытке взорвать дом в Рязани. В его подвале были обнаружены несколько мешков с веществом, похожими на взрывчатку. Глава ФСБ Патрушев объявил, что все это были учения, но одновременно с этим было возбуждено уголовное дело о теракте. И так спецслужбы в каком-то смысле выдали свою причастность. Ну и кроме тех терактов, которые путинскому ФСБ не удались, были и те, которые ведомство, может быть, и хотело предотвратить, но банально не справилось с задачей. Чего стоит один только захват заложников в театре на Дубровке. Все началось 23 октября 2002 года. Тогда в театральный центр во время мюзикла «Нордост» ворвались террористы. В заложниках оказались не менее 800 человек. Преступники держали их, угрожая взорвать здание. Главное требование к Кремлю – вывод российских войск с территории Чечни. Мы пришли в столицу России, чтобы остановить войну. В ходе переговоров террористы предлагают сделку. Путин звонит Аслану Масхадову, тогдашнему лидеру чеченских сепаратистов. И если разговор состоится, половину заложников отпускают сразу. Кремль якобы размышляет над сделкой, но на самом деле отдает приказ брать здание штурмом. В зрительный зал пускают усыпляющий газ. Никакого мгновенного эффекта от средства не будет. Террористы будут отстреливаться больше 20 минут. Отравленных газом заложников начинают выносить из здания. Людей складывают на ступеньках, машин скорой помощи не хватает. Врачи в больницах не знают, какой антидот использовать. Состав газа нельзя разглашать. Многие из-за этого умрут, не получив помощи, другие останутся инвалидами. Погибнет 130 человек, при этом только пятеро до штурма. А все остальные после освобождения. После Норд-Оста Россию ждет цепочка актов устрашения. Она же цепочка провалов Федеральной службы безопасности. Настоящая серия терактов случается в 2004-м. 6 февраля в Москве в вагоне между станциями Автозаводская и Павелецкая подрывал себя террорист-смертник. 41 человек погиб. 9 мая 2004 года взрыв гремит на стадионе «Динамо» в Грозном. Пострадавших больше 80. Среди погибших глава Чечни Ахмат Кадыров. 4 июня взрыв на продуктовом рынке в Самаре. Десятки раненых и погибших. В ночь с 21 на 22 июня террористический рейд на Ингушетию. В результате многочисленных одновременных нападений на подразделения силовых структур были убиты около 100 сотрудников. 24 августа террористы-смертницы одновременно привели в действие взрывные устройства на борту самолетов, следовавших из московского аэропорта Домодедова в Волгоград и Сочи. Погибли все пассажиры и члены экипажа. 89 человек. 31 августа новый теракт. В Москве у входа на страницу метро Рижская вновь подрывает себя смертница. А дальше случается, пожалуй, самый страшный теракт за все время правления Путина. По данным большинства источников, жертвами трагедии стали 333 человека. 186 из них были детьми. Город Беслан. 1 сентября. Школа номер 1. Линейка. Террористы захватывают больше тысячи заложников. Здесь сотни детей. Чуть позже боевики озвучивают требования. Те же, что и звучали в театре на Дубровке. Вывести военных из Чечни. Но Кремль предложит россиянам свою версию правды. Террористы якобы отказались от переговоров. Теракт на Дубровке должен был научить Путина, что штурм здания в таких случаях это худший из сценариев. Если, конечно, цель сохранить жизнь из заложников, а не просто уничтожить террористов. Но на третий день из Кремля поступает приказ. Переходим к силовому сценарию. Очевидцы, журналисты и эксперты по баллистике сходятся в показаниях. Сначала спецназ наносит удар из реактивного огнемета по школе и лишь затем прозвучал первый взрыв. Это значит, что дети и другие заложники были изначально обречены. Но Кремль и журналисты с федерального телевидения продолжают врать. Например, Маргарита Симоньян. В этот момент часть заложников попыталась выбежать из здания. Боевики стали стрелять и по ним. И тогда впервые за эти дни огонь открыли военные. Из бывших и действующих ФСБшников контролировали кровавую расправу не только Путин и Патрушев, но и глава республики Ингушетия Мурат Зязиков. Он тоже выходец из Федеральной службы безопасности. И именно при нем в Ингушетии расцвели и отлично чувствовали себя преступные и террористические группировки. Казалось, что после череды провалов власти наконец научились обеспечивать безопасность россиян. Однако в 2010 году заголовки всех СМИ снова закричали о терактах. На этот раз в Москве. 29 марта около 8 утра по московскому времени в час пик у станции Лубянка срабатывает взрывное устройство, закрепленное на террористской смертнице, стоящей у второй двери второго вагона поезда. Однако власти не проводят эвакуацию пассажиров из метро. Все, что они делают, сообщают о задержках в движении и рекомендуют воспользоваться наземным транспортом. Спустя 40 минут происходит второй взрыв. На этот раз на станции Парк Культуры, в третьем вагоне поезда. Как и при первом взрыве, его производит террористка-смертница, исполняющая роль живой бомбы. Власти перекрывают движение поездов на сокольнической линии, усиливают паспортный контроль и патрулирование города. Меры, призванные прикрыть огромный провал спецслужб. В результате обоих взрывов погиб 41 человек и только по официальным данным было ранено 88. К этому времени подрывы в России идут уже несколько лет и, казалось бы, предыдущие случаи должны были научить спецслужбы нормально работать. Тем не менее, власти не смогли подготовиться к новому теракту. За эту халатность своими жизнями заплатили десятки человек. 24 января 2011 года в аэропорту Домодедово случается один из страшнейших терактов в истории России со времен чеченских войн. В зале, где встречают пассажиров рейсов из других стран, подорвался смертник. Бомба была начинена шариками от подшипника. Взрыв унес жизни 37 человек и более 170 получили ранения. По сообщению агентства Росбалт, у спецслужб была информация о появлении в Москве террориста-смертника. Спецслужбы знали, что в одном из московских аэропортов будет совершен террористический акт. Оперативники искали трех подозреваемых, но им удалось проникнуть не на территорию аэропорта, а следить момент взрыва, который произвел их сообщник, и покинуть аэропорт. Такое невезение, а точнее непрофессионализм будут присущи спецслужбам и шестью годами позже. 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге в метро между станциями Сенная площадь и Технологический институт себя подрывает очередной террорист-смертник. В результате гибнет 15 человек, не считая самого преступника, и более сотни получают ранения. Смертник Акбаджон Джалилов исповедовал радикальный ислам. После теракта был арестован десятка его сообщников. При этом, по сообщению газеты «Коммерсант», спецслужбы знали о подготовке теракта в Санкт-Петербурге. И знали они от задержанного после возвращения из Сирии россиянина, который сотрудничал с исламским государством. Были известны телефонные номера сообщников, и после терактов они были заблокированы. И при всем при этом предотвратить теракт ФСБ не смогло. Зато в июне ведомство объявило, что террорист-смертник, его пособники и кураторы использовали мессенджер «Телеграм» на всех стадиях организации и подготовки теракта. Тогда это было очень в кассу, потому что государство вело кампанию против «Телеграма» и старалось использовать все, чтобы его заблокировать. Теракт стал прекрасным поводом, одним из. И это абсолютно прогнозируемое поведение для ФСБ. Беспомощная, но супервлиятельная организация после каждого теракта не подвергается глобальной перестройке. Путин даже не отправляет в отставку главой ФСБ бессменного вот уже 15 лет Александра Бортникова. Вместо этого легализует новую порцию репрессий, запретов и отмен. Характерная история. В 2004 году, после теракта в Беслане, Путин отменил выборы губернатора. Хотя никакой логики в этом не было. Тогда же был опробован новый виток цензуры. В изданиях, которые опубликовали невыгодные для спецслужб фотографии, снимали главных редакторов. При Путине же в Уголовном кодексе появилась статья об оправдании терроризма. И попасть под нее может любой. И даже я за этот материал, потому что говорю, что виноваты в трагедиях не только преступники, но и спецслужбы. Те самые боевые ребята, которые часто публикуют остросюжетные видео о задержаниях очередной группы людей, причастных то ли к финансированию украинской армии, то ли к радикальному исламу. Те самые, что признали экстремистским движения Я, Мы, Сергей Фургал, а ЛГБТ и вовсе недавно внесли в список экстремистов и террористов. Нет сомнений, что и новый теракт в Крокусе будет использован для того, чтобы наказать тех, кто не мог быть к нему причастен. Надо просто запретить что-нибудь, надо усилить цензуру. А Бортников, Патрушев, Путин и другие бывшие или действующие чекисты не посчитают себя виновными ни в чем и, может быть, даже получат профессиональные награды. Интересно, будут ли они в этот момент вспоминать людей, которые погибли по их вине?